Здравствуйте, Данила Викторович! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в этом году сколько уже отстреляно опасных медведей? На сегодняшний день уже 24 особи отстреляно. Это вынужденные отстрелы тех животных, которые представляли непосредственно опасность людям, здоровью граждан, либо сельскохозяйственных животных, те, которые уже нападали на животных, либо выходили в черту населенных пунктов, теряли страх перед человеком. А вообще в течение года поступило более 60 обращений от граждан о выходах медведей в населенные пункты, о встрече с медведями. Почему медведи все-таки, так сказать, ищут встречу с людьми? Здесь несколько причин. Они ежегодно одни и те же. Мы о них постоянно говорим, и о них напоминать действительно нужно. Потому что по каждому случаю выезжает оперативная группа и устанавливает обстоятельства произошедшего. Нельзя подкармливать медведя ни в коем случае, что таким образом вы убиваете животное. Потому что сначала он выпрашивает, потом требует. В любом случае это закончится трагедией, печально. И поэтому приходится принимать меры по вынужденному отстрелу таких животных. Это первая причина. Ну, вторая причина, наверное, по количеству случаев – это несанкционированные свалки. Третья причина – это использование рыбных отходов в качестве удобрений. Так называемый туг – это когда удобряют грядки в садовоческих, дачных хозяйствах. Затем, наверное, четвертое – это, конечно же, кладбище. То есть ежегодно на кладбищах люди оставляют продукты, а это часто бывают печенье, конфеты. То есть сладкое – это то, что больше всего нравится медведю. Попробовав однажды человеческую пищу, он очень быстро привыкает к ней и уже меняет пищевое поведение. И начинает не естественным образом добывать пищу, а именно искать, где бы найти продукты питания человеческие. Как себя вообще вести в лесу, чтобы не встретиться с медведем? Что делать? Конечно же, самое главное – это то, чтобы животное вас слышало. Для этого необходимо ходить группами по лесу, в одиночку избегать походов. Сейчас, тем более, как мы знаем, в июле месяце в Сахалинской области у бурого медведя происходит период гона, когда особи мужского пола наиболее агрессивно ведут себя в борьбе за самок. Издавать шум можно не только, разговаривая с шумной компанией, но также и применять специальные средства, которые продаются в специализированных магазинах, такие как горный, различные шумоиздавающие устройства. В основном они в форме аэрозольных баллончиков сделаны. Затем это перцовые баллончики. Как запасной вариант необходимо иметь при себе фальшвейеры, перцовые баллончики, ракетницы. Недавно Министерство экологии приняло решение мониторить леса возле населенных пунктов и отстреливать опасных медведей, не дожидаясь, пока люди позвонят и сообщат об этом. Вот эта мера, она приносит какие-то результаты? Да, действительно, ситуация с медведями была рассмотрена на комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сахалинской области. И было принято решение усилить, эта работа проводится ежегодно, но было принято решение ее усилить, группы сформированы с участием не только государственных инспекторов и лесничих в лесничествах Сахалинской области, но также и опытных охотников из числа общественных инспекторов Министерства экологии. Кроме того, мы действительно совершаем на сегодняшний день обследование практически в каждом населенном пункте вдоль тех мест, которые потенциально могут являться местами выхода бурого медведя. И, как я уже говорил, отстрел – это крайняя мера, которая применяется только тем особям, которые действительно потеряли страх перед человеком, проявляют, ну скажем так, неестественное поведение. Есть такая проблема, что люди вместо того, чтобы обращаться в лесничество, там по номеру 112, они делают фотографии, видео снимают. И как бы, ну, то есть, и никуда не сообщают. Или с ничем приходится просто там, я не знаю, как экстрасенсам искать, где медведи. Да, зачастую мы узнаем информацию из интернета. Действительно, тут же кто-то сообщает. Мне часто присылают на телефон, бывают коллеги, сообщают о том, что мы увидели в интернете, в одной из социальных сетей, допустим, фотографии, что сейчас вот на сегодняшний момент, например, кормят медведя где-то. Или что он вышел в поселок, например, люди фотографируются с медведем. Ну, соответственно, тут же выезжаем, значит, принимаем меры. А звонков иногда даже и не поступает. Данила Викторович, ну, спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания. Ну, я, наверное, еще бы посоветовал все-таки всем зайти на сайт Министерства экологии и ознакомиться с инструкцией, с правилами поведения при встрече с бурым медведем и почитать те советы, которые помогут избежать такой встречи. Это будет действительно полезно всем. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.